Привет-привет, тельцы! Это расклад для вас на неделю с 18 по 24 марта. Будем смотреть с вами по сложившейся традиции три подсказочки на картах Таро. Также посмотрим на картах Семья ваши взаимоотношения. И у Оракула Ленормана мы спросим, на какую область вашей жизни вам стоит уделить более пристальное внимание в данный период. Что ж, давайте приступать и смотрим, что же вас ждёт на этой замечательной неделе. Луна. Луна говорит об интуиции, о сделках с недвижимостью. Если вы задумали покупать или продавать что-то, связанное с недвижимостью, то это хорошее время. Также можно подбирать, рассматривать варианты. Луна ещё говорит о новости о беременности в вас или в вашем окружении человека, когда вы узнаете об этой новости. Это ещё встреча с мамой, беседа, откровенные разговоры. Или вы, допустим, как женщина, как мать, будете общаться по душам со своим чадом. Также Луна говорит о том, что может возникать какая-то тревога, страх, опасение того, что перед будущим, когда мы не знаем, не можем прочувствовать, что же случится, что будет впереди. Давайте смотреть, что ещё вас ждёт. Ну, в принципе, вот я сейчас думаю, да, может, могут возникать как раз вот эта вот большая чувствительность. Потому что у нас 20 марта весеннее равноденствие. И именно в этот период, плюс-минус несколько дней, чувства могут захлыновать с новой силой, когда и тревоги, и страхи возникают, и в то же время каких-то много несбыточных надежд, мечтаний. Ну, то есть эмоциональная такая, может быть, неделя у вас. Давайте смотрим, что же ещё. Вестник кубков. Да, действительно, возможно для кого-то это либо новость о беременности в вашем окружении или в вашей семье. Это может быть, когда вы интуитивно чувствуете потребность заниматься каким-то творчеством, когда вы, например, осознаёте, что вы хотите рисовать или петь, или танцевать, может быть, вышивать, ну, всё что угодно. Когда вот это вот чувство потребности творить, что-то создавать, будут превалировать на этой неделе. Что ещё? Ну, могут радовать вас какие-то поступки детей, какие-то новости от них. Давайте смотрим ещё что-то. И туз кубков – это счастье, это наполненность. Очень эмоциональная неделя у вас в любом случае. Чувства будут разные от самого минусового до самого плюсового. Это может быть по тузу кубков, когда вы исполняете какая-то мечта, когда мы действительно наполняемся творчеством, любовью, когда мы хотим просто петь от того, что нам хорошо, например, да? Когда мы счастливы, когда мы видим вот этот шанс Вселенной, что всё налаживается, всё идёт в лучшую сторону. Если вы начинали какой-то новый проект для вас ранее, то на этой неделе вы будете именно эмоционально наполняться от того, что этот проект начинает давать ростки. Этот проект вас ещё больше вдохновляет, ещё больше наполняет. Может по этой карте приходить и предложение руки и сердца. И тогда у вас будут разные эмоции по этому поводу. И слёзы радости, и какие-то страхи, может быть, опасения, как теперь будет складываться жизнь. Ну, в любом случае, следите за своими эмоциями, потому что эмоция будет через край. Хорошо, смотрим, что же вас ждёт во взаимоотношениях. Вот опять, смотрите, карта эмоций. Когда мы можем не сдержаться, когда мы можем не видеть каких-то... Ну, когда мы не можем договориться, да? Когда мы, может быть, закрываем глаза на какие-то поступки людей, а может быть, наоборот, когда мы уже не знаем, что с этим делать. Луна может вызывать именно вот это помутнение сознания, когда, например, вы узнаёте что-то о вашем партнёре или партнёрше, и вы игнорируете это, что как будто бы это не про вас, как будто бы это совершенно в другом кино. По этой карте совет такой, чтобы отношения сохранялись, чтобы они были более гармоничными, спокойными, наполненные любовью. Не нужно закрывать глаза на то, что вам не нравится. Там, где вы чувствуете дискомфорт, необходимо проговаривать со своими партнёрами вот эти все договорённости, ваши ожидания, ваши потребности. И, конечно же, проговаривать и выслушивать то, что хочет ваш партнёр. Для тех, кто одинок, скорее всего, на этой неделе, увы, никаких новых знакомств это не сулит, потому что вы настолько углублены в себя. Может быть, вы анализируете какие-то свои прошлые отношения, и вам сейчас время не пришло для того, чтобы открыться к новым знакомствам и к построению каких-то новых отношений. Ну, а вот для тех, кто в паре, избегайте вот этих неясностей, недопониманий и лучше сразу проговаривать то, что вас не устраивает или те тайны, которые вскрываются в вашей жизни, чтобы потом не натолкнуться на ещё большее препятствие. Смотрим, что вам посоветует Ленорман, на какую область в вашей жизни вам стоит уделить более пристальное внимание на этой неделе. На искренность, на чистоту намерений, на то, когда вы заручаетесь поддержкой общества или какого-то партнёра, когда вы очищаете свой разум и своё сердце и действуете бескорыстно в отношении каких-то людей или каких-то событий, именно чистота. И опять-таки, да, в этой неделе, она начинается же пост. И если вы православной веры, то как раз советуют, может быть, попаститься для того, чтобы действительно произошло вот это очищение. Ведь на самом деле не самое важное, чтобы не есть каких-то продуктов. Самое важное — это очистить наши мысли, это быть в балансе и гармонии со своей душой, со своими потребностями. Вот именно туда уделите внимание на этой неделе, для того, чтобы и отношения налаживались в вашей жизни, и для того, чтобы эмоции ваши не зашкаливали в минус, а наоборот продвигали вас к чему-то более светлому, лучшему, чистому и искреннему. Чего я вам искренне и желаю.